Сегодня я вам расскажу о лучших способах обмана на Блэк Раше, благодаря которым вы сможете зарабатывать неплохие деньги. Приятного просмотра! И также, ребят, не забывайте то, что в прошлом видеоролике я разыгрывал 100 рублей, который получает вот этот вот челек. А если ты также хочешь получить сотку на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, обязательно прожать колокольчик, и в комментариях по данным видеороликам написать никнейм и сервер, на котором ты играешь. Итоги идут в следующем видео. Привет, ребят, с вами Бестик, сегодня я нахожусь на проекте Блэк Раше, это у нас сервер Кримсон, так что обязательно заходите и играйте вместе со мной. После захода обязательно вводите промокод хэштег Бестик, благодаря которому вы получите деньги на свою первую машину, так что я вас всех тут жду. Ну а сегодня я вам решил рассказать о способах обмана на Блэк Раше, по которым многие челики просто с каких-то десятков тысяч получают миллионы, а некоторые просто на это ведутся. Почему же я вам решил об этом рассказать? Да просто для того, чтобы многие мои подписчики не просирали свои деньги такими вот способами обмана и просто не велись на это. Но многие из людей, которые посмотрят этот ролик, реально пойдут просто обманывать по этим способам обмана. Но я вам все-таки это делать не советую, потому что за это, ребят, вы можете просто отлететь. И я вам скажу, каким образом вы можете за это отлететь, или же вы все-таки не отлетите за это в бан. Это будет в конце ролика, потому что это очень интересная тема. Ну а поначалу я вам все-таки хочу рассказать о способах обмана, которые реально присутствуют на Блэк Раше, на которые я сам натыкался. И, честно говоря, вот я просто катаюсь на Блэк Раше, и я вижу просто сотни людей, которых просто очень красиво развели на бабки. И реально, ребят, многие просто на этом зарабатывают очень хорошие деньги. Короче, давайте я не буду томить первый способ обмана, который я заметил. Как вы знаете, я все-таки катаюсь на контейнерах, и я пытаюсь там что-то выбить. И многие люди, вот, допустим, какой-то челик найдется, он подойдет к другому челику. Начнет просить, дай мне, пожалуйста, там 200К, мне не хватает открыть контейнер, а потом я тебя отдам. То есть он такой соглашается, этот кидает ему аксессуар за 200К, какой-то любой, который стоит 1010. А этот просто берет и выходит. Тем самым, он просто за минуту смог заработать 200 тысяч, просто нифига не делая. Ребят, я когда это увидел первый раз, я просто офигел, типа, пацаны, вы что вообще творите? Нет, чувак на полной серьезке решил то, что он отдаст ему денег, дал ему взаймы, а этот просто взял и ливнул с сервера. Ребят, ну это реально очень жестко. И я просто не понимаю, для чего люди это делают. Но это хорошо. Этого можно, конечно, каким-то образом избежать. Самое опасное на Блэкраше, это у нас обмены. Как вы знаете, ребят, обмены у нас производятся. Но многие люди не знают о системе обмена на Блэкраше и кидают машины поочередно. Допустим, вот, ну пускай он, допустим, какую-то пятнашку обменяет на четырку с доплатой. Или наоборот, там, четырку на пятнашку с доплатой. И доплатит ему, допустим, 10 тысяч. Этот челик говорит, ну вот, на пятнашке, допустим, давай ты мне кидаешь четырку. И кидаешь сразу 10 тысяч. И потом я тебе кидаю пятнашку. Он такой, окей, кидает ему четырку, ребят, и этот челик просто берет и его обманывает. Многие люди сейчас просто на этом зарабатывают. И многие вообще, вот, аудитория Блэкраше, это все-таки такие, знаете, ну, извиняюсь, конечно, за выражение школьники, которые многие не знают, что вообще такое команды, там, вот это вот все. И они реально на полной серьезке кидают машину, думают то, что сейчас обменяются, но, к сожалению, нет. Ребят, вам нужно делать скрины, делать таймстамп, типа, с тем-то, чтобы вас не обманули, допустим. Ты серьезно, вот пишешь, допустим, ему, ты серьезно хочешь обменять свой ВАЗ-2115 на мою ВАЗ-2114 с доплатой 10 тысяч? Он пишет, да, я хочу обменять. Вы делаете вот такой вот слэш тайм, вот, и делаете скрин, ребят. После этого, если он вас обманет, вы можете залить это на форум, и все, вас как бы обжалуют. И, ребят, но многие реально на этом зарабатывают. Это еще реально не все. То есть, это не все способы обмана. Самый, мне кажется, популярный способ обмана, я вам сейчас его реально покажу, потому что разработчики, ну, я не знаю, допустили ли они ошибку в этом или нет. Как вы знаете, на серверах Блэк Раши у нас есть два Гольфа. То есть, это старый Гольф, он примерно стоит 200-300 тысяч, и новый Гольф, который стоит миллион двести. У них совсем немного, отличается название. Сейчас я заеду вот в этот вот автосалон, мы найдем вот этот вот Гольф, для того, чтобы я вам наглядно показал, потому что, ну, вам будет реально непонятно. А, он даже стоит 140 тысяч, вот, он называется Volkswagen Golf GT 2. А тот Гольф за миллион двести, называется Volkswagen Golf GT, просто, без двойки. И, короче, таким образом, челики, которые продают вот Гольф, допустим, за два миллиона, ну, точнее, за миллион двести, они вместо этого Гольфа предлагают челику купить вот этот вот Гольф за 140. И челики такие, ну да, вроде бы тот Гольф, покупают этот Гольф, и такие, получают этот старый Гольф, и просто, ребят, разочаровываются, потому что их просто обманули, считай, на миллион с лишним. Это очень жесткие способы обманов, по которым многие реально зарабатывают деньги. Ребят, если вы хотите еще одну серию по способам обмана на Блэк Раше, давайте вы напишите в комментариях о том, то, что вы реально их хотите. Напишите в комментариях, какие способы обмана также вы знаете. Ну, а с вами был Бестик. Всем удачи и всем пока-пока.